привет сегодня интересная камера с алиэкспресс по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь мегапиксель айпи камера такие камеры я уже из этого магазина вам показывал и обозревал это камеры со слежением за человеком первые камеры которые я вам показывал с функцией слежения чисто за силуэтом человека данный магазин улучшает свои камеры и данная камера чем интересно так смотрим что я ищу сразу ну наверное зря я ищу да только английский язык приложение донала как мы видим можно qr-код сразу скачать доналы можно устанавливать как на смартфон так и на компьютер и камерой можно управлять как со смартфона так из компьютера также ее просматривать интересный вариант камеры тем что корпус идет уже маленький но камера мощная в комплекте муфта rj-45 крепежный элемент добротный хороший крепежный элемент и rj-45 кабель типа лапша наверное метровый но для подключения для настройки камеры скорее всего возможно для работы понятно что вы будете использовать большей длины кабель блок питания уже идет в комплекте и блок питания 12 вольт 2 ампера но камера универсальная по питанию сейчас посмотрим камера по идее по и по и вариант ну да она универсальна и 12 вольт и по ухты такой хороший хорошая такая упаковка кронштейн идет отдельно очень плотно все все из металла плав алюминия очень добротный съемный кронштейн вспоминаю я что по типу таком корпусе камеру я уже обозревал но это немного другой вариант верхняя часть тоже металл это пластик передняя часть камеры как уже привыкли а и задняя нет нет передняя вот это вот часть передняя это металл там где собран полностью все модули камеры там где модуль ck подсветка из ck светодиодами которые греются в общем-то вот передок холодный металл это зад пластик задняя крышка там где установлен динамик нас прикрыт динамик и здесь слот под карту памяти такая вот камера и чем она интересна тем что вы можете заказать по ссылке которую я оставляю под видео переходите там посмотрите цену сразу потому что на одну цены меняются на данный момент момент может быть цена меньше чем на тот момент когда я заказывал и вариант 5 мегапиксельной камеры с матрицей и mx 335 и можете заказать 8 мегапиксельную камеру 4k также sony матрица и mx 415 и также в обоих случаях камера имеет варифокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием от 47 до 94 миллиметров двадцатикратный оптический зум плюс десятикратный цифровой и общий получается зум тридцати кратный 6 мощных и к светодиодов по кругу и заявленное расстояние работы это 100 метров ночной режим камеры но так и есть скорее всего при изумировании также будет изменяться яркость и к светодиодов в комплекте также идут болты крепления кронштейна вот они мелкие и везде в корпусе резьбовые соединения нет никаких саморезов кронштейн устанавливается также просто пропускаются сразу кабели сам кронштейн а перед этим нам нужно снять и как раз посмотрим саму систему установки камеры фиксатор снизу в виде болта также здесь резьба полностью и накидывается методом накидывания крепится камера и фиксируется фиксатором болтом здесь в общем то все понятно кабель можно фиксировать это хорошо от продергивания прижимная скоба есть запускаем кабель подушка крепится на двухстороннем скотче запускаем кабель ловим разъемы с этой стороны и пропускаем их в кронштейн в отверстие в общем то эта часть также снимается для удобства если кому нужно можно снять кронштейн имеет универсально универсальное литье вариант установки динамика возможен также в кронштейне есть камеры идут где установлен и вот именно место под динамик резьбы только нету сверлений пропустил кабель закрепляю кронштейн на камере тут также все все очень просто нужно просто совместить места крепления на самом корпусе имеются резьбы на самом корпусе камер совмещаем крепление с резьбами кронштейн и закручиваем винты готова винты крепления закручены укладываю кабель и фиксирую его прижимной скобой все здесь продумано скоба установлена кабель держится надежно приклеиваю назад уплотнитель в общем то вот так он ложится и кронштейн уже на месте установки прикручиваем на стену набрасываем камеру и фиксируем болтом фиксатором очень удобное крепление заявлено поддержка карт памяти до 128 гигабайт слот под карта для карты памяти находится за вот этой вот крышкой которая фиксируется четырьмя болтами с резьбами ну и наверное герметично там все камера заявлено двухформатная формат сжатия h265 и формат сжатия h264 камера также имеет имеет он вив протокол 2 и 4 версии то есть должна работать со всеми типами видеорегистраторов со всеми производителями поддерживающими данный он вив протокол совместимости о чем это говорит что если ваш видеорегистратор не поддерживает новый формат сжатия h265 камера двухформатная переключаете ее на 264 формат сжатия и работает она с вашим старым видеорегистратором приобрели новый видеорегистратор переключили в новый формат сжатия h265 и камера работает с вашим новым видеорегистратором все очень классно по разрешениям в максималке 8 мегапикселей 4k камера будет работать по максимуму 20 кадров в секунду в минимальном разрешении 2 мегапикселя там есть еще ниже разрешение 30 кадров в секунду если вы берете карту камеру с матрицей 5 мегапикселей то максималка по кадрам в секунду будет 25 слот под карту памяти также можете заказать карту памяти в комплекте есть вариант выбрать камеру с картой памяти на 128 гигабайт ну соответственно от этого будет изменяться ее стоимость камера будет дороже устанавливаем карту в общем то я так понимаю здесь методом тыка она без идет без фиксации установили а нет фиксация вот имеется имеется фиксация и разъемами то есть контактами к этому к этой платке готова здесь хорошая идет прокладка толстая уплотнительная как видите четыре резьбы ну все качественно и там уже пошла вся сборка камеры все на стоечках модули там же и по и модуль камера также может работать по 12 вольтам со своим блоком питания который идет в комплекте и также если у вас по и коммутатор или по и видеорегистратор камера будет работать одному кабелю по 48 вольт по по и ну соответственно по по и большая длина кабеля кто по и пользуются тот понимает но камера универсально взяли вы ее используете по 12 вольтам что-то у вас поменялось хотите поменять систему вашу хотите по я собирать камера также будет работать и в вашей системе по по и и наклейка модель камеры и и характеристики именно этот вариант юзер админ пароль по умолчанию 1 2 3 4 5 6 первое подключение камеры сделаю по ее блоку питания 12 вольтовому кабель с блоком питания идет наверное около метра наверное метровой длины а второе подключение уже когда я камеру установлю на улице на тестовом месте у меня там есть возможность подключить по одному кабелю по по и по 48 вольт разъем питания соответствующий камера не имеет вайфай поэтому подключаю ее кабелем и кабель обратный конец ржей 45 в свободный разъем роутера если подключаю по по я то один кабель идет с питанием и с данными от поя видеорегистратора например от вашего или от поя коммутатора этот разъем 12 вольтовый остается свободной крышки герметить герметичной нету но уже будете дело техники как захотите так и загерметизируйте различные варианты есть термоусадки много чего и включаю блок питания в розетку 220 тестовый режим пошел камера тестируется индикация на ржей 45 есть возможно и звуковой тест будет камера имеет динамик встроенный и встроенный микрофон такой тестовый режим при первом подключении ну и посмотрим будет ли он при последующих перезагрузках то есть выключение включения питания на смартфон установил приложение донал и такая иконка домик бежевый открываем нужно пройти регистрацию и будет ваш личный кабинет будет ваш список устройств камера облачная можно пользоваться облаком облако платная но как обычно месяц дается бесплатного тестирования и потом обон плата снимается можно зайти посмотреть всю информацию как со смартфона так и с компьютера есть у них официальный сайт доналы там полностью софт различные приложения приложения до для скачки есть ссылки на android на ios на mac и на windows список устройств в две камеры у меня есть но они не у меня не в сети сейчас просто выключены очень удобно в инструкции адрес сайта написано где вы можете скачать полностью софт по этой и не только по этой камере я по ссылке видим информация о продукте скачать и выбирайте камеры из ваших которая ваша камера наша камера вот даже видно визуально как она выглядит жмете скачать и целая папка с девайс тул сам именно с тем где вы можете камеру настраивать и отслеживать на компьютере также по камхай камерам по камхай поворотным камерам камха и камеры купольные и камхай 3 4g также здесь есть весь софт программы на компьютер отсюда можно скачивать я попробовал найти в домашней сети камеру через видеорегистратор камера была под айпи адресом 192 168 1.160 это ее адрес по умолчанию прописано это все также и в инструкции хоть инструкция на английском но можно переводчиком все перевести и посмотреть предупреждения различные все здесь есть важные моменты все очень классно прописано также там в той папке вы можете установить не вмс а lms называемая программа для отслеживания камеры с компьютера также можно и установить на компьютер дальше вам покажу камера определилась как хиквижен данные камеры поддерживают хиковский протокол то есть они будут работать с видеорегистраторами хиквижен в полной своей мере кому нужно но также вот и видеорегистратор икс и маевский как видите я ее добавляю на свободный канал с которого заходил камера адаптировалась под мою домашнюю сеть автоматически я просто на нее два раза кликнул потом вышел из поиска видеорегистратора и опять зашел на него и камера уже ей роутер присвоил автоматический свободный айпи адрес связанный применить выхожу на том канале с которого я добавлял камеру вижу классную картинку с камеры очень классная картинка ничего себе как с хорошей видеокамеры угол сразу видно что узкий угол узкий но 47 миллиметра первоначально фокусное расстояние отлично картинка очень таки сочная очень классная это то что в помещении и сейчас я вам вынесу ее на улице на улице сегодня очень хорошая погода красота можно сказать после всех этих манипуляций можно камеру добавлять в приложение доналы этическом поиске сразу же находится камера жмем ее добавить присваиваем имя можете свое писать камера в домашней сети и она моментально добавилась в приложение на смартфоне теперь вы можете взять приложение уходить с ним куда хотите подключать к любому к другому интернету и камеру отслеживать из любой точки мира видеорегистраторе картинку вижу уже очень классную детализация на высшем уровне конечно управление с видеорегистратора без проблем и заходя на камеру с приложения вам предлагается облачный сервис можете зайти подписаться посмотреть условия ознакомиться вариантов у вас много с камеры конечно просто бомба сразу рекомендация использовать ее конечно желательно на большой высоте это идеально на большой высоте потому что камера зумом многоэтажки высокие этажи но можно и на низких этажах но не ниже я думаю 2 3 этажа угол не широкий поэтому вот как у меня она установлена с высоты примерно два с половиной три метра но опять же как за какой площадью вам нужно наблюдать если вам нужно далеко смотреть то идеальный вариант если вот где-то рядом то вы должны учитывать что ну широко она не захватит там уже понятно вам нужно выбирать не из такого диапазона камеры обычные камеры с 2 и 8 миллиметра объективом которые видят широко но будут предметы удаление здесь предметы ближе но угол уже ну это дальнобойная камера предназначена для работы на больших расстояниях для зумирования предметов с большого расстояния автофокус кстати работает вот я камеру повернул видно что раз раз и автофокусировка сработала зум отличный быстрый очень таки быстрый и автофокус тоже быстрый приблизил дорогу камни щебенью отсев все четко классно видно супер приблизил вот магазин рядом который все отлично видно супер камера не имеет функции слежения за объектами за людьми и всего остального но эта камера именно в классе с высоким разрешением 4k 8 мегапикселей ну и с двадцатикратным оптическим зумом и плюс десятикратный цифровой приблизить вам где-то нужно номера какие-то автомобили далеко стоящие рассмотреть номера хорошо качественно вот именно камера для этого и приспособлена черты лица людей из большого расстояния все эта камера на это способна и в записи очень классно вы с таким разрешением будете иметь возможность рассмотреть именно детально предметы ну вот номера на большом расстоянии она четко распознает и это я просматриваю на мониторе который 4k не поддерживает давайте по сразу по характеристикам я думаю что можно с этого видеорегистратора по он визойти посмотреть характеристики камеры до формат сжатия 265 можно установить двести шестьдесят четвертый разрешение 8 мегапикселей и есть возможность 6 мегапикселей 4 5 3 2 тысячу девятьсот шестьдесят пять семьсот двадцать пи и d1 разрешение такие можно вот ставить то есть вы понимаете что камера универсальна если ваш видеорегистратор не поддерживает на данный момент 8 мегапикселей у вас есть возможность поменять размер разрешения камеры и будет она работать ну даже со старыми видеорегистраторами которые поддерживают 1080p и не больше со временем оборудование обновили и у вас есть возможность увеличивать разрешение до 8 мегапикселей камеры 20 кадров в секунду ну 3030 но я не знаю поставит видеорегистратор 30 или нет при 8 мегапикселях возможно настройка не сохранится но заявлено четко при 8 мегапикселях максималка до а сейчас до при 8 мегапикселях только 20 уменьшая разрешение число кадров сможете увеличивать как я говорил 5 мегапикселей 25 кадров в секунду 2 3 мегапикселя 2 мегапикселя у вас будет возможность поставить 30 кадров в секунду но это очень хорошие показатели картинка на высоте то есть разочарованный вы картинкой не будете качество именно передача цветов супер все отлично ну и как камера по поворотам по работе ну быстро не нет не так сказать что слишком быстро может здесь и скорость можно менять будет в настройках именно зайти камеры с ее веб-интерфейса или же на компьютере программа lms там все основные настройки камеры которые работают то что нельзя поставить например с видеорегистратора можно будет поставить уже зайти конкретно в веб-интерфейс камеры автофокус четко вот видно камера 1 раз теряется и потом автофокус работает быстро очень классно сейчас хочу приблизить трансформаторную будку ну вот насколько это можно посмотрим опущу ниже ну вот да ну те же самые примерно варифокальные объективы установлены которые массово устанавливаются такие камеры только здесь нужно учитывать что работает этот объектив в паре с сони матрицей в моем случае и микс 415 случае с 5 мегапиксельной матрицей там будет идти ну то есть сони 5 мегапиксельная и микс 335 и дублируется показания автофокус и зума также на экране классная очень хорошая картинка здесь даже и регулировать мне кажется не нужно ни цветность не контрастность все завода в автомате идеально классно установлена но и теперь что основное это ночная картинка посмотреть как ночью камера будет работать зум на хорошем высоком уровне подойдет тем кто живет в многоэтажках и хочет наблюдать весе на ввести видеонаблюдение но это и нормально за припаркованным своим автомобилем который стоит на парковке под подъездом или на специально выделенной парковки приблизили оставили так камера пишет на карту памяти что плюс этой камеры что имеется слот под карту памяти и она пишет на ты на нее в любой момент вы можете зайти посмотреть карту как с приложения так из программы cms или же видеорегистратор видеорегистратор также пишет на свой жесткий диск видеорегистратора вот идет запись и вы можете потом посмотреть или же жесткого диска видеорегистратора или же с карты памяти то есть дублируется и туда туда активируйте будет возможность у вас еще плюс просматривать с облака сейчас я активирую колонки послушаем возможно ли аудио в прямом эфире да также по он виву передается аудио сразу скажу микрофон не столь чувствительный но хотя средней чувствительности сравниваю я с качественными микрофонами которые я тестировал это реалинковские камеры там хорошие аудио микрофоны и xml камеры тут чуть хуже но динамик я проверял динамик на супер уровне прохожие услышат и обратят внимание ну то есть можно кого то даже что-то кому-то передать или спугнуть кого-то ну и также запись ведется на карту памяти с аудио на жесткий диск видеорегистратора со звуком ведется в приложении кликаем открываем камеру прогружается быстро также со звуком все это можно слушать звук из динамиков смартфона есть также можем управлять зумом и поворотами камеры зумировать картинку также это на дублируется на видеорегистраторе понятно очень классно работает слышно немного звук моторов открыть картинку на весь экран очень качественно тоже классно поменять качество на в онлайне просматриваемая передать в камеру что-то запись сделать на папку смартфона и сделать фото ну в общем то все такие которые нужны настройки здесь есть качество как я вам показывал в одном из видео можно плавно менять к именно просмотра со смартфона в зависимости от интернета но будет вам в автомате ставить качество можно несколько камер будет одновременно просматривать в режиме видеорегистратора если они у вас в онлайне ну и все остальное настройки по камере здесь настройки безопасности настройки устройства управление sd-картой что мне сейчас интересно оставить запись по графику каждый день будни выходные эти все моменты или и по времени на карту памяти инициализация можно зайти форматировать карту памяти что желательно сразу же и сделать успешно отформатировано камеру сбросить к заводу или же перезапустить ее перезагрузить даже удаленно но если вы на нее зашли настройки сети настройки времени частота электросети все это есть прошивка также можно посмотреть последняя установлена ну такие вот настройки неполные но которые вот нужны основные они есть все тут в приложении доналы поворачивать камеру управлять свайпом вот управляется или же если на полный экран открыть то вот так протаскиванием по по экрану немного притормаживает камера на приложении но в видеорегистраторе работает четко вообще картинка просто классная супер картинка ну вот как я сравниваю всегда смотришь в окно даже более насыщение цвета такие наверное на программном уровне это все делается процессором процессор хороший видно стоит но просто приятно смотреть супер lms на компьютере cms попросту говоря как мы привыкли админ для входа и 123456 пароль стандартный который дается с камерой заходим добавить устройство тут все просто хоть и русского языка нету но тут все понятно добавить устройство и вам вываливает список и будет ваша камера там не промахнетесь можно по этой адресу определить какая камера можно по айди устройству то есть здесь вообще как бы вопросов нету и потом live view камеры у вас уже здесь в списке устройств в общем-то как обычная cms можно просмотр делать одной камеры и также все настройки все моменты которые связаны которые есть в cms также есть в этой lms попросту говоря это веб-интерфейс камеры с общими с глубокими настройками но также взяв компьютер с собой ноутбук моем случае я могу отслеживать камеру из любой точки мира подключен ноутбук к интернету главное чтобы он был подключен к интернету и камера до что вещала в интернет слышать можно с камеры что происходит на улице и также можно даже с компьютера в камеру сказать интерком вот есть значок микрофона можно сказать передать аудио фразу какую-то в динамик динамик воспроизводит повторюсь очень громко очень громко четко воспроизводит динамик стоит на хорошем уровне также включить запись можно на папку компьютера фото делать различные настройки все здесь есть отдельно камеру можно настраивать можно удалить вот и также управление управление птз контроль дневная картинка с камеры на высшем уровне и я смело могу заявить что одна из лучших картинок которую я видел из тех камер которые у меня были в руках которые я тестировал а тестировал я их немало ночная картинка также радует есть конечно моменты которые нужно учитывать но это не только касаемо этой камеры любые камеры с варифокальными объективами ночью именно есть такой у них момент фокусируются они на определенные предметы или области вот в данном случае камера смотрит вниз немного ну и сфокусирована она вот на этом участке магазин там немного размыты чтоб например сфокусироваться на том участке нужно просто перенаправить перенаправить камеру перенаправляемые и уже даже чуть-чуть вот приподнимаемый вверх и фокусируется она на другом участке то есть вниз уже как бы раз фокусность у нас пошла фокус уже переместился чуть выше но такой момент имеется но картинка очень классная ночная картинка очень классная чистая и если как вот просто опробовать хорошая ли картинка ночью потому что общий план на минимальном зуме может быть хороший а вот когда используем зум по максимуму бывают появляются различные помехи и артефакты на картинке сейчас я вот накрутил не даю ей успеть сфокусироваться и кстати автофокус также работает классно сейчас она сфокусировалась на столбе если переместить ее чисто магазин выбрать также она быстро сфокусируется на магазине и это ночной режим тогда когда камере тяжело это делать ну и вот фокус вполне таки классный на максимальном зуме и картинка чистая по всей плоскости раньше такие были моменты с такими камерами когда приближаешь на максимум появляются засветы засветы с этой стороны или где-то пятнами картинка покрывается уже такого нету здесь все чисто и все классно и вот на среднем зуме также классная черно-белая картинка и я думаю сейчас если я переведу в цвет также хорошая светосчувствительная матрица sony установлена и также картинка будет хорошая в цвете но это конечно учитывая то что есть там уличное освещение что также заметил и сейчас покажу вам работает автоматическая регулировка яркости ик светодиода в зависимости от того расстояния на какое камера смотрит и также экспозиция автоматом перенастраивается беру просто поворачиваю камеру меняю местоположение и она упирается сразу вот в крышу посмотрите как уменьшается сразу яркость ик светодиодов и как меняется экспозиция по идее если бы не было этих настройках автоматических сейчас бы у меня здесь было все белое засветка шла в камеру и картинка была нечеткая просто засвеченная все четко отработала распред коробка кабель гофра все видно здесь темно полностью поворачиваю еще суда под крышу и вы видите также как меняется экспозиция то есть камера подстраивает картинку таким образом чтоб мы различали все по максимуму опускаю немного ниже увеличивается яркость ик светодиодов и экспозиция также меняется вот видите прямо такой яркость добавилась как вроде бы луч какой-то такой вот появился яркий это увеличилась яркость светодиодов ну и плюс работает экспозиция все очень классно детализация классная номера засвечены номера засвечены но опять же под разными углами надо пробовать разные углы если тупо камера будет светить в номер ну и то можно прочитать как бы есть моменты что номера прочитать можно на едущих автомобилях понятно на движущихся не различите вы номера в темное время суток ну и если приблизить опять же вниз посмотрите какая детализация на темном участке эта плитка сейчас тут полностью темно нету никакого освещения камера используют чисто свои к светодиоды понятно что это с небольшого расстояния но фокус отрабатывает четко автоматический и посмотрите какая детализация просто приятно наблюдать за этим ну и меняется экспозиция меняется яркость и к светодиодов все адекватно и классно работает но вот движется автомобиль номера засвечены стопы засвечивают камеру красный свет не так плывут предметы как на дешевых камерах хотя эта камера я вам скажу не из того не супер дорогого ценового диапазона это средний ценовой диапазон но ночная картинка уже предметы не плывут нету явного размы размытия растягивания предметов ночной картинки и также люди при определенном зумирование если человек не быстро идет можно будет различить черты лица человека в домашней сети очень удобно пользоваться веб-интерфейсом камеры он даже очень намного удобнее чем программа lms потому что русифицированно идет интернет-эксплорер открываете и вбиваете в поисковую строку ip-адрес внутренней камеры у меня 192 168 . 0 . 154 наклонная строка и заходим в веб-интерфейс ставите русский язык сразу на китайском выдает и в админ и пароль который вы задали или по умолчанию и войти и веб-интерфейс камеры полностью на русском конфигурация очень много настроек также как я вам уже в одну в одной из камерах пока показывал под аналлы изображение очень много настроек яркости контракт на контрастности можно ночную картинку вывести на супер режим различные бблс и ведеры все это здесь есть анти мерцание анти туманы режим ведер вот отключены если включить осветлится картинка все темные участки все это есть все это работает цвет в к режиме тут тут же можно поставить камеру в полный цвет различные режим яркости лет вручную можно или в автомате настройка изображения номерной знак режимы различные фиксированное можно делать то есть очень много световой режим инфракрасный белый свет но это скорее всего если есть и светодиоды в камерах и вот тут все видео основной поток вторичный поток меня форматы сжатия все основные настройки глубочайшие здесь разрешение различные ставить частоту кадров вот 20 при 8 мегапикселях по максималке как я вам и показывал аудио настройки также можно менять и пошло сеть пятизи настройки событий архив заходить можно просматривать карту памяти система информация по камере все это здесь есть воспроизведение тут же открывается карта памяти записи с карты памяти нижняя строка кликаем и просматриваем запись со звуком и также управлять карт картой форматировать выбирать записи какие делать и писать на компьютер также папку можно делать и писать на компьютер очень классно веб-интерфейс вообще на высшем уровне как по мне неплохой вариант камеры в своем классе кому нужно первое высокое разрешение и здесь есть хорошая дневная и ночная картинка камера этим обладает хорошая аудио и карта памяти кому немаловажно чтоб сохранялась куда-то информация также есть возможность хранить информацию камеру можно использовать как с видеорегистраторами хик vision дахуа икс и маевские видели видеорегистраторы и те видеорегистраторы еще других производителей которые поддерживают он вив протокол также камеру можно использовать и самостоятельно есть ей где хранить на запись с аудио на карте памяти еще из плюсов что заметил отличный зум и ход отличный автофокус автофокус просто порадовал не было ни ну такой ситуации вот за день тестирования моего не было ни разу чтоб автофокус облажался всегда четко отрабатывал в темноте понятно хуже это все дело обстоит днем full автофокус очень быстрый тем кому не нужно слежение и все остальные плюшки а кому нужна именно вот камера с высоким разрешением и с хорошим зумом это камера для вас отличный металлический корпус отличный кронштейн ну и сама камера небольшая в своем классе есть и минусы есть какие-то недочеты по любому будут но скорее всего обновиться все это может по решается в новом в новых прошивках что я одно заметил при переключении питания камера не возвращается в заданную позицию скорее всего нужно выставить первый пресет в определенное место куда вам нужно чтоб камера возвращалась и она будет возвращаться именно на первый пресет больше минусов я в камере не заметил по ценовому диапазону переходите по ссылке под видео и смотрите реальную стоимость на данный момент магазин могу посоветовать продавец всегда отвечает это так та категория магазинов и продавцов которые общаются с покупателем до покупки товара и потом после также помогают ну и подписывайтесь на мой канал в ютубе помогайте продвигать видео ставьте лайки дизлайки пишите обязательно свои комментарии по этому поводу также подпишитесь в инстаграм розыгрыш камер продолжается есть реальные победители в инстаграме вся информация будет также буду дублировать ее на своем канале в ютубе в группу по видеонаблюдению подпишитесь в телеграме общаемся помогаем друг другу новички все там и также там информация о розыгрышах все у нас объединено все взаимосвязано сегодня все всем удачи и до следующих видео спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...